С такой щедрой дозой дезинфекции начинается утренний маршрут трамвайных вагонов и каждый рабочий день Марины Яранцевой. Специальным раствором она обрабатывает весь салон, пол, поручни и сидения. Все для того, чтобы пассажиры во время поездки не подхватили какой-нибудь инфекции. Состав способен справиться со многими вирусами, в том числе сирозного менингита. Мы вызываем людей. Надо беспокоиться о здоровье других людей. Что ж теперь? У каждого своя работа. Как не опасно, вы говорите. Ну, молоко нам, молоко выдают, так как все-таки мы работаем с химическим раствором. Вагон обрабатывается составом жавель-солид или вторую его разновидность, это хлорамин-Б. Фактически и тот, и другой раствор токсичен в ближайшие первые 15 минут после обработки. В принципе, и тот, и другой требуют индивидуальные средства защиты, только хлорамин-Б уже непосредственно нужен респиратор, потому что он оказывает более ядовитое действие, так скажем. Но для пассажиров данное средство безопасно, потому что вагон после обработки проветривается. А в самое ближайшее время у Марины Яранцевой работы будет как минимум в два раза больше. Обрабатывать транспорт станут чаще. У такой заботы о здоровье горожан есть объяснение. Причина – рост случаев заболевания сирозным менингитом. Если эту тему стали обсуждать на оперативном совещании у главы администрации города, для Нижнего это, видимо, уже становится проблемой. Тем более, что большинство заболевших – дети. Зарегистрировано у нас по городу Нижнему Новгороду 87 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией, в том числе 71 случай сирозного менингита, из которых 61 – это дети до 17 лет. Но порядок цифр меняется ежедневно, поэтому на сегодняшний день эта цифра уже несколько больше. Каждый год сирозным менингитом в городе заражаются чуть более 100 человек. На данный момент уровень заболевания уже опережает показатели за аналогичный период прошлого года. Ситуация осложняется тем, что пока источника инфекции так и не обнаружено. Пробы воды, которые собирали специалисты, отрицательные, как один из вариантов, в область инфекцию могли занести туристы. Руководитель отдела эпидемиологии из регионального Роспотребнадзора Ирина Окунь отметила, что в последнее время участились случаи, когда самолеты пассажиры сходят уже с температурой. Это видно по тепловизорам. Возможно, среди таких и был переносчик заболевания. В городе сейчас принимают необходимые меры, чтобы не дать вирусу распространиться еще больше. Особое внимание детским лагерям. В детских лагерях отдыха мы практически полностью отменили сегодня посещение родителями и не отпускаем детей при условии возвращения их обратно в лагерь. Мы не даем такого разрешения, чтобы дети покидали лагерь, для того, чтобы исключить возможность заражения и распространения этой болезни среди остальных детей. Будем специальными растворами сейчас мыть внутренние поверхности всего подвижного состава общественного транспорта, и метрополитена, и автобусный парк. Как утверждают специалисты, вирус серозного менингита передается через загрязненную пищу, воду и воздушно-капельным путем. Общие симптомы – температура, сильная головная боль в висках или затылке, общие слабости, тошнота. Так что медики рекомендуют всем нижегородцам при подобных симптомах не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к врачу. Продолжение следует...